Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Идельман. Сегодня речь пойдет об Украине в первые десятилетия двадцатого века. И, конечно, как всегда, спасибо всем, кто нас поддерживает, всем, кто так сильно нам помогает, кто жертвует нам на платформе Boosty, и на платформе Patreon, и на YouTube, и тем, кто ставит лайки, и тем, кто делает репосты. Это огромная помощь, и без вас мы бы никак не справились. Украина в первые десятилетия двадцатого века. Очень интересная, невероятно интересная и невероятно сложная тема. Здесь очень много спорных вопросов, здесь очень много сюжетов, которые вызывают ожесточенные споры историков. Я вот хотела бы подчернуть именно слово историков, потому что речь будет идти о научных мнениях, о взглядах ученых. Я бы хотела сразу предупредить своих зрителей, если в чем-то наши с вами взгляды на историю Украины, на оценку тех или иных событий или тех или иных людей будут расходиться, это не говорит о том, что я не люблю и не уважаю Украину. Это просто говорит о том, что по тому или иному научному вопросу наши мнения различны. После прошлой лекции по истории Украины довольно большое количество людей обиделось, что я употребляла понятие Малороссия, когда говорила об Украине девятнадцатого века. И в этом увидели какое-то мое презрение к Украине и нежелание признавать ее самостоятельность и независимость. Я всей душой поддерживаю независимость Украины. Я всей душой надеюсь на победу Украины и на ее возвращение к ее законным границам. Но понятие Малороссия в девятнадцатом веке не было связано ни с какими захватами. Это было историческое понятие. И поэтому, естественно, его можно и нужно в том контексте использовать, не вкладывая в это никакой агрессивной идеи. Вот и сегодня много о чем мы будем говорить. И в основном, конечно, сюжеты будут непростые, печальные, кровавые. Но такая история, надо в ней разбираться. Итак, что такое Украина к началу двадцатого века? Во-первых, украинские земли остаются разделенными. Большая часть земель, населенных украинцами, входит в состав Российской империи. Вот она та самая Малороссия. Однако есть часть, которая входит в состав Австро-Венгерской империи. Это Галиция. И вот здесь уже заложено очень многое из того, что определяло ситуацию и во второй половине девятнадцатого века, и в начале двадцатого. Эти земли разделены, и люди, живущие на этих землях, очень по-разному осознают себя и очень по-разному представляют будущее собственное украинского языка, украинского народа, украинских земель. Что касается Малороссии, то здесь в конце девятнадцатого века происходит огромный промышленный подъем, и украинские земли становятся одним из главных промышленных районов всей империи. И это очень важный элемент развития здешнего, который все меняет, конечно. Ну или очень многое уж во всяком случае. В частности, это приводит к тому, что резко разрастаются города, сюда приезжают работать люди из разных частей империи. И соответственно, то различие между городами и сельской местностью, которая и раньше существовала, оно еще больше усиливается. Города становятся все более и более русифицированными. Это не значит, что сюда приезжают одни русские. Здесь самые разные народы живут. Но главный язык, общение здесь русский. И здесь, конечно, украинская идентичность развивается далеко не у всех жителей. В сельской местности ситуация языковая, другая. Ну, опять там, в разных частях по-разному, но так примерно можно сказать, что здесь, конечно, намного больше людей говорят на украинском языке, осознают себя как украинцев. Хотя, конечно, вопрос о том, насколько сильно была вот эта национальная идентичность у крестьян, это очень сложный вопрос. Мы еще к нему вернемся. Осознавали себя крестьяне частью вот какой-то большой общности или же просто для них было важно их родное село или, может быть, округа неподалеку. И все, не более того. Это вопрос непростой. Но, во всяком случае, это вот различие между городской и деревенской жизнью, которые везде есть в любой стране, здесь оно было сильно очень развито. Развитие украинской культуры, украинской идентичности, украинского языка, украинских публикаций во второй половине 19 века было сильно ограничено. Мы говорили об этом в прошлой лекции. Конечно, после 905 года, когда ситуация в империи в целом стала более либеральной, и в Украине ситуация стала проще. Но все-таки, конечно, имперский пресс здесь был довольно сильный. Ситуация в Галиции отличалась во многом потому, что Австро-Венгерская империя, в принципе, куда либеральней, чем не только Россия, а практически все империи, куда либеральней относилась к меньшинствам. И на территории Галиции украинская культура развивалась в более удобных, скажем так, в более приемлемых обстоятельствах. Львов был, конечно, очень важным центром развития украинской культуры, университет, где были украинские кафедры, замечательные ученые, мыслители, которые работали здесь. Часто люди, которых преследовали в Российской империи, уезжали сюда, где было проще находиться. Это касалось не только украинцев, но украинцев в частности. Идея, о ней тоже шла речь в прошлый раз, о том, что Галиция будет украинским Пьемонтом, а Пьемонт это то государство в Италии, которое стояло в центре объединения Италии. Вот то, что в центре объединения Украины будет Галиция, эта мысль многим приходила в тот момент в голову. Хотя надо сказать, что в начале двадцатого века об объединении всех украинских земель и о создании независимого государства думали еще далеко не все. Конечно, такие люди уже были, но, в общем, это оставалось какой-то такой далекой недостижимой мечтой. Пока что ставили цель хотя бы достижения автономии, будь то в Российской империи, будь то в Австро-Венгерской. Начинается Первая мировая война, которая все меняет. Она меняет жизнь всего мира, но в частности, конечно, происходят огромные перемены на этих украинских землях, неважно принадлежавших Российской империи или Австро-Венгерской. В чем здесь суть этих перемен? Прежде всего, очень большая часть мощных, жестоких, кровопролитных военных действий происходила на украинских землях. Ну, мы говорили об этом в лекции о начале Первой мировой войны. Сейчас стоит посмотреть на эти события именно с точки зрения развития Украины. Осень четырнадцатого года. Российские войска очень успешно наступают на австрийском фронте. Австрийцы отступают. Российская армия занимает как раз ту Галицию, о которой шла речь. Уже в сентябре русская армия занимает Львов и дальше большие территории. И, с одной стороны, у какой-то части здешних украинцев это вызывает большую радость. Здесь были те, кого называли москвофилами, то есть те люди, которые связывали будущее развитие автономной или независимой, ну, скорее автономной, наверное, Украины связывали с Российской империей. Они тут были в меньшинстве, но они были. И они, конечно, сначала радостно приветствовали российские войска. Вот теперь Галиция входит вроде бы как в состав Российской империи. Все украинцы окажутся вместе в одной стране. Конечно же, им будут даны всяческие льготы и свободы. Но мы сейчас увидим, что действительно все империи, участвовавшие в войне, они начали тем или иным образом заигрывать с разными меньшинствами. Но эти надежды рухнули очень быстро, потому что российское правительство, российское командование, они действительно думали о том, что надо как-то привлекать на свою сторону те народы, которые жили на австрийских или немецких территориях, вот рассчитывать на их поддержку. Но только они, украинцев, не считали другим народом, потому что официально преобладающим в Российской империи было представление о том, что украинцы, белорусы, русские – это один народ, три ветви одного народа. Соответственно, и действовали. Поэтому рано радовались москвофилы. Они увидели, что, например, обучение на украинском языке, которое в Австро-Венгрии воспринималось нормальное дело, быстренько закрыли и стали заменять обучением на русском языке. Украинский язык стали вытеснять из тех небольших ниш, где он мог официально существовать. Военные власти начали, ну, так попросту говоря, русифицировать здешнюю жизнь. У них, может быть, не было слишком много времени для того, чтобы подробно этим заниматься. Но основной тренд был ясен. И это, конечно, был очень большой шок для многих. В 15-м году, когда немецкие и австрийские войска перейдут в контрнаступление, когда произойдет страшный кризис 15-го года и российской армии, и российского государства, пойдут наступления немецкие войска. Вот этот знаменитый Горлицкий прорыв – это будет наступление на территории нынешней Польши. Пойдут наступления австрийские войска на территории Галиции и вернут себе практически все то, что заняли в 14-м году русские. Ситуация москвафилов будет очень непростой. Кто-то из них бежит с уходящими войсками и вынужден покинуть родные земли, потому что просто понимает, что сейчас за сотрудничество с Россией они будут наказаны. Кто-то остается и, действительно, кого-то обвиняют в измене, пришедшие австрийцы, кто-то оказывается под судом, в тюрьме. То есть, конечно, с этого момента ни о каком москвафильстве дальше здесь речи нет. И не только потому, что австрийцы преследуют, а потому что вот оказалось, что все надежды, которые связаны с Россией, совершенно беспочвены. Но при этом, как я уже сказала, что вот эта идея, что надо тем или иным способом привлекать к себе народы, живущие на этих территориях, за которые идет борьба, она существовала. Но только разные государства выбирают разные народы, с которыми надо заигрывать. И Россия, и Германия считали, что на этих территориях Восточной Европы главный, ну скажем так, потенциальный игрок политический, с которым надо считаться, это Польша. Это понятная вещь. Она проявится далеко не только вот в отношениях в этом кусочке Европы. Это будет видно и после окончания Первой мировой войны. Те народы, у которых в обозримом прошлом было свое государство, они вызывали большее внимание со стороны великих держав, они вызывали большее уважение, с ними больше считались, им были готовы идти навстречу. А те, кого в те времена называли неисторическими нациями, такое странное определение, очевидно исходящее из того, что если у тебя государства не было, то истории не было, что, конечно, бред. Но вот если это неисторическая нация, то на нее мы потом посмотрим. И пусть она пока тихо посидит. Поэтому, вот возвращаясь в 14-15 год, Россия и Германия поняли довольно быстро, что надо что-то делать с поляками. Тоже об этом уже шла речь в одной из наших лекций о Первой мировой войне. О том, как великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий русской армии в начале войны, он сразу же делает заявление о том, что он рассчитывает на создание независимого польского государства. Ну, конечно, предполагается, должно быть независимое, но в какой-то связи, находящейся с Российской империей. Но во всяком случае, это в России, где слово Польши давно не употребляется, где на территории того, что раньше называлось царством польским, а теперь даже это не используют, скажем, официально запрещено на польском говорить в публичных местах, где учеников наказывают в школах за это. И вдруг оказывается, ой, мы так сочувствуем полякам, мы хотим, чтобы у них было свое государство. Похожие вещи делает Германия, которая создает польский легион, который уже провозглашает, что будет королевство польское. Ни у русских, ни у немцев особенно здесь ничего не вышло. Тоже об этом шла речь. Российским властям из поляков мало кто верил. Немцы уже позже, в конце войны, попытаются польского национального лидера Юзефа Пилсудского поставить во главе такого марионеточного польского государства. Он, конечно, с возмущением отказался и попал в тюрьму. Хотя до этого с поляками всячески заигрывали. Единственное государство, которое как-то вообще стало обращать внимание на украинцев здесь и воспринимать их как отдельный народ, с которым надо считаться, выстраивать отношения, это была Австро-Венгрия. И это тоже понятно, потому что Австро-Венгрия, ну, по крайней мере, с 1848 года, а может и раньше, больше давала права разным народам, жившим в ее империи. Начинают думать, там с одной стороны были планы, тоже, конечно, и касавшиеся поляков, что, может быть, Австро-Венгрия должна быть преобразована в что-то вроде Австро-Венгра-Польши. То есть вот такие три главных народа сделать. В это же время появляется такой очень интересный, совершенно неожиданный человек среди австрийских Габсбургов, которого звали Вильгельм Габсбург. На самом деле, полное официальное его имя было эрцгерцог Вильгельм Франц фон Габсбург-Лотаринский. Несмотря на пышное название, он был одним из многочисленного клана Габсбургов, был родственником императора Франца Иосифа, но далеким достаточно. Но этот человек повел себя очень странно, и можно было бы его странную историю воспринимать, как вот его личный такой какой-то странный закидон, скажем так, но все не так просто. Очень есть увлекательная книга о нем, написанная знаменитым специалистом по истории Центральной Восточной Европы Тимоти Снайдером, который называется The Red Prince. Я вот думала, читая ее, как это надо переводить, Красный принц или Красный князь. Тут могут быть разные варианты. Вильгельм был сыном тоже одного из представителей Габсбургов, Стефана Габсбурга, и он был изначально воспитан, мы бы сказали, космополитом. Его отец был моряком, был командующим австрийским флотом. Единство мальчика прошло на Балканах. Одно из их многочисленных вилл рядом с городом Пула. Пула была главным центром австрийского флота. Отец очень прихотливо воспитывал своих многочисленных детей. Они каждый день в определенные часы говорили на разных языках. Они когда-то говорили на немецком, они когда-то говорили на итальянском, это был родной язык их матери, они говорили на английском, на французском. Вот в какой-то момент к этому еще подключили польский язык. То есть дети привыкли к тому, что они могут в разные часы менять свою, ну, по крайней мере, языковую идентичность. И они не привязаны к одному языку. Это уже было интересно. Но дальше в какой-то момент Стефан переезжает в Польшу, в австрийскую часть Польши. И здесь он проявляет огромный интерес к польской культуре. Был ли это бескорыстный интерес? Или же он как раз мечтал о том, что изменится островенгерская империя, и он станет королем Польши? Тут сложно сказать. Но, во всяком случае, он говорил по-польски, он погрузился в польскую культуру, он детей своих стал воспитывать, как поляков. И почти всех так и воспитал. Два его сына потом будут польскими офицерами, уже когда будет независимая Польша, они там будут жить, сражаться в польской армии. Две его дочери будут выданы замуж за представителей двух знаменитейших польских аристократических семей. Одна выйдет замуж за Радзивилла, другая за Черторыйского. Ясно совершенно, что Стефан Габсбург погружается в польскую жизнь, создает связи для себя среди польской аристократии. Конечно, надеется на то, что, может быть, когда-то он станет в той или иной форме правителем Польши в рамках Австрийской империи. Но его младший сын Вильгельм действует совершенно по-другому. Был ли это юношеский бунт или же это действительно какие-то были сильные чувства к народу, который его отец вообще не замечал. А вот Вильгельм заметил. Тимоти Снайдер в своей книге очень часто употребляет слово мечта, что вот Вильгельм создал себе такую мечту об Украине. Может быть и так. Но, во всяком случае, он живет в замке своего отца в Галиции. В общем, как-то трудно не заметить, что здесь далеко не только поляки, что здесь есть какие-то другие люди, которые говорят на другом языке, которые принадлежат к другой церкви, которые как-то вообще по-другому немножечко живут. В 17 лет Вильгельм, не спросившись отца, отправился в путешествие. И бродил он по горам, по лесам, заходил в какие-то деревни, где жили гуцулы. Отец его, я не уверена, что даже слово такое слышал. И вот это его путешествие вызвало у него огромную любовь и огромный интерес к Украине. Он стал говорить на украинском языке. Он потом стихи даже будет писать на украинском языке. Позже он будет носить вышиванку. И когда начнется Первая мировая война, то он будет командовать украинскими частями в составе австрийской армии. А это тоже очень интересная вещь, что австрийцы начинают формировать украинские части. И вот ими командует эрцгерцог Вильгельм, которого, кстати, будут очень любить его подчинённые. И в какой-то момент ему подарят вышиванку, и он будет под мундиром носить вышиванку. И он будет просить, чтобы его не называли этим немецким именем Вильгельм, чтобы его называли Василь. И он станет называться Василь вышиванный. Опять, конечно, возникает вопрос, что здесь больше? Искренней любви. Очень может быть. Или же авантюризма. Наверное, и это тоже. Или же мечты о том, что он получит Украину или какие-то украинские земли под своё управление. Он же Гамсбург. Конечно, речь не идёт о независимой Украине, но об украинском княжестве, который будет подчиняться австрийскому императору. Тем более, что начиная с 15-го года Австрия наступает. Она занимает Галицию, она вступает на территорию Российской империи. То есть возникает как бы противоположная мысль. Если в 14-м году казалось, что вот сейчас русская армия займёт все украинские земли, ну и, по крайней мере, украинцы все объединятся под эгидой русской империи. А теперь, может быть, сейчас Австро-Венгрия всё займёт и выделит этому Вильгельму или Василю в управление автономное княжество. В следующие годы он будет очень активен в Украине. Он будет возглавлять здесь вот эти вот украинские отряды. Он будет контролировать часть Украины после Брестского мира, после того, как австрийские войска вместе с немецкими пойдут на украинские земли. И что характерно, в тот момент, когда и австрийцы, и немцы хотели от Украины только одного – хлеба, мяса, то есть продуктов, потому что и Германия, и Австро-Венгрия голодали. А вот там, где стояли войска Вильгельма, очень характерно, что он занял территорию рядом с Запорожской сечью, что для него тоже было очень важно. Вот он не допускал никакого насилия над местным населением, никаких реквизиций, никакого сожжения деревень, что вообще происходило повсюду. Опять же, это был его такой характер или же это была продуманная политика, такого привлечения интереса к себе, то мы не знаем. Долго можно очень про него рассказывать, из-за чего была очень прихотливая жизнь. Позже, после окончания Первой мировой войны, когда станет ясно, что никакой австрийский проект уже не пройдет, что украинцам совершенно не нужно автономное княжество, когда они создают независимое государство, то Вильгельм покинет украинские территории, дальше в разных он будет странах жить, в основном во Франции, и проживет бурнейшую жизнь, полную самых неожиданных поворотов и личных, и политических. И во время Второй мировой войны он, Габсбург, будет шпионом для французской, английской разведок. А когда война закончится, то он по-прежнему, очевидно, будет держать в голове свой интерес и любовь к Украине, он уже будет собирать материалы не о Германии, а о Советском Союзе для Англии и Франции. И, в конце концов, он будет выкраден просто советской разведкой и умрет он от туберкулеза в 1948 году в Киеве в тюремной больнице. Такая вот неожиданная, потрясающая совершенно судьба. Но все-таки, если вернуться к Первой мировой войне, то вот эта история... Ну, конечно, эта судьба удивительна, потому что человек удивительный, с удивительным характером, с невероятными какими-то идеями. Но очень характерно, что вообще-то власть австро-венгерская его поддерживала. После смерти Франца Иосифа новый император Карл, который был вообще другом детства Вильгельма, он встречался с ним, он слушал его идеи, то есть он обдумывал, а вот не использовать ли нам украинцев в своих интересах. Эта ситуация, когда все воюющие империи начинают в той или иной мере заигрывать с разными национальными меньшинствами, а может быть даже не такими уж меньшинствами, она очень показательна для этого времени. Империи начинают учитывать такое новое, ну, может быть, не совсем новое, но недавнее с точки зрения истории явления, как национализм. Они понимают, что им надо вот как-то эти националистические идеи, эти движения использовать в своих интересах. Ну, другое дело, что к концу войны становится ясно, что это невозможно, потому что все эти нации, которые борются за свои права, конечно же, разваливают империю. Интересно, что империи во время Первой мировой войны пытались приспособиться, пытались как-то использовать желания народов, входивших в их состав. Другое дело, что они таким образом только усиливали национализм, который потом империи погубят. Но так прихотливо складывается история. К концу войны уже все эти странные проекты, Польша, будь то под эгидой России или под эгидой Германии, Украина в составе Австро-Венгрии, все эти проекты уже абсолютно нереалистичные и отмирают. И к семнадцатому году ситуация во всей Восточной Европе, независимо от того, кто контролирует эти земли, немецкая армия, австрийская, российская, Россия. Ситуация меняется, потому что в России происходит революция. Происходит революция и от этого такая прям вот волна перемен. Мы когда-то говорили об этом в лекции о 1917 годе. Во-первых, российская армия оказывается очень быстро совершенно небоеспособной. Никто больше не хочет воевать. В Австрийской, в немецкой армии тоже никто не хочет воевать, но там власть еще как-то их удерживает. А в России власть меняется, власть шатается, составы временного правительства меняются, министры приходят, уходят, политика меняется, в армии создаются советы. То есть армия небоеспособна. Это фактор, который здесь влияет на многое. Есть другой фактор, но характерный для любой империи. Когда в империи начинается либерализация в центре, то, естественно, во всех ее частях возникает интересная мысль. Граждане, вы про свободу говорите, а мы-то чем хуже? Это видно везде. Англия и Франция, у них совсем другие империи, колониальные, морские, их основные владения далеко за морем. Ну, там тоже все очень удивляются. А почему, собственно говоря, вот вы там что-то говорите, что вы за цивилизацию, за свободу, а мы-то как? И национальные движения, ну, не знаю, там в Индии, скажем, и в других местах начинают резко усиливаться. В России, конечно, ситуация другая, потому что все части империи очень тесно связаны между собой. Но все равно революция в Петрограде, царь отрекся, возникло временное правительство, возникают советы солдатских, рабочих, крестьянских депутатов в разных частях страны. Естественно, это касается украинских земель тоже. Естественно, это оказывается очень тесно связано с национальным движением. Очень сложно объяснить, что такое национальное движение, ну, скажем, в Украине, но на самом деле не только. В семнадцатом году, потому что нет какого-то одного национального движения. Ну, точно так же, нет одной какой-то мощной политической силы, которая бы все решала. Здесь очень много разных направлений. Кто-то по-прежнему считает, что Украина должна быть автономной, в составе свободной Российской Федерации. Кто-то уже начинает говорить про независимость, хотя пока, если мы говорим про весну семнадцатого года, пока такие голоса еще не так часто раздаются. Во всяком случае, начинается путь к свободе. И в марте семнадцатого года советы возникают в разных местах. Естественно, советы возникают и в Киеве. И возникает Центральный Совет, Центральная Рада. Пока что это просто вот одно из этих таких новых образований, которые есть повсюду. С одной стороны, здесь происходят вещи, похожие на то, что происходило, скажем, в Москве или в Петрограде. Возникают советы, происходит съезд Советов, национальный всеукраинский съезд, происходит военный съезд. Ну, то есть тоже депутаты разных солдатских комитетов отправляют своих представителей. Все вроде бы так же. Вот можно описать так, что не будет никакого отличия. Но на самом деле отличия есть и очень сильные. Потому что речь идет именно об украинских советах, об украинских военных, которые собираются. И они уже не только обсуждают вопросы будущего строительства государства, будущих реформ. Они обсуждают вопросы национального будущего украинских земель. И пока что, в основном, высказываются за автономию. Здесь, ну, как, опять же, и в других местах, сильны левые разных направлений социалисты, социал-демократы, эссеры и многие другие. Очень характерна эволюция Михаила Грушевского, знаменитого историка украинского и общественного деятеля. Человека, который много работал во Львове, в Галиции. Потом он оказался на территории Российской империи. И как только началась война, он был арестован по обвинению в австрофильских настроениях, в поддержке украинских частей, которые создавали австрийцы. За него заступался весь научный мир российский. В разных местах он побывал в ссылке. В тот момент, когда происходит революция, он находился в Москве, но он пользовался таким уважением, что его сразу же, еще заочно, он еще не приехал в Украину, а его уже избрали председателем Центральной Рады. Грушевский, который вообще до революции тяготел к таким либеральным идеям. Вот очень видно, как он левеет и как уже он оказывается все ближе к разнообразным социалистическим идеям. И это касается, опять же, не его одного, а очень разные социалистические направления в разных сочетаниях с национализмом будут здесь преобладать. Еще один человек, который очень важен будет для этих лет, и который прям становится резко заметен в семнадцатом году, это, конечно же, Симон Васильевич Петлюра, тоже человек левых взглядов и до революции, участвовавший в разных социалистических или там околосоциалистических организациях, и при этом тоже вот совершенно в другой концентрации, в других связях, но также как и Грушевский, объединявший свои идеи с идеями националистическими. И вот это важное отличие украинской ситуации. Здесь тоже наслаждаются свободой, здесь тоже думают о том, как будет строиться новая страна, но здесь думают о том, какая будет роль украинского государства в будущей стране. И с одной стороны уже начинается то, что потом назовут украинизацией, когда тот же Петлюра уже весной семнадцатого года предлагает переводить обучение на украинский язык, хотя до этого еще, конечно, очень далеко, когда он предлагает формировать украинские военные подразделения из тех украинцев, которые служат в этот момент на разных фронтах. Но, как я уже сказала, вот первая половина семнадцатого года об отделении от Российской империи еще, ну, думают, но мало. Очень интересная вещь. Владимир Вениченко, литератор, тоже политический деятель, чья роль будет очень велика в истории Украины этих лет. И человек, который, он такой пройдет свою прихотливую очень эволюцию, тоже от политика левых взглядов, дальше он будет все больше править, и все более радикальные варианты национализма он будет выбирать позже, в начале семнадцатого года. На одном из съездов, происходящих в Украине, он выступает и говорит следующее. Он призывает не отделять судьбу России от судьбы Украины. Если Россия потерпит поражение, следствие этой катастрофы отразится и на Украине. При этом надо сказать, что даже разговоры об автономии временное правительство, конечно, очень волнует. Мы говорили тоже когда-то в лекциях о семнадцатом годе о том, что ужасающий летний кризис, июльский кризис, знаменитый, который разразится в Петрограде летом семнадцатого года, он был вызван тем, что Центральная Рада приняла решение об автономии Украины. И кадеты, которые в тот момент составляли большинство во временном правительстве, они отказались соглашаться с этим решением и вышли из правительства, что породило волнение в Петрограде, много всего. Ну и дальше возвышение Керенского. Это тоже очень существенно. Центр, оказывается, не способен договориться с Украиной, они вынуждены идти на уступки. Петлюра хочет проводить очередной военный съезд. Керенский не разрешает, они все равно проводят. Естественно, ничего сделать с этим нельзя. Ситуация такова, что власть расшатана. Но это говорит о назревающих противоречиях. Идея украинизации армии тоже как-то не вызывала большого восторга в Петрограде, но так как на этом настаивают разные силы в Украине, ну там прежде всего Петлюра, то приходится уступать. И уже летом украинизация идет. То есть украинцы настаивают на том, чтобы украинские солдаты из разных частей, которые могут находиться в самых разных частях фронта, переводились на территорию Украины, чтобы здесь формировались вот эти отряды. Дальше, естественно, предполагается, вот как Вениченко сказал, что судьба России и судьба Украины нераздельны. Значит, они будут продолжать сражаться. Ясно, что никому не хочется, но неважно. Они будут продолжать сражаться против Германии, против Австрии, но вот создав эти свои войска. И дальше Временному правительству надо мириться с тем, что происходит. И уже летом, в июле, в августе, Временное правительство признает Центральную Раду верховной властью на территории нескольких губерний украинских, там Киевской, Черниговской и других. Естественно, предполагается, что Центральная Рада признает над собой Временное правительство. Так пока и есть. Украинский историк Сергей Плохий, описывая ситуацию лета семнадцатого года, писал следующее. Летом семнадцатого года Рада из Координационного совета украинских политических и общественных структур выросла в подлинный парламент. Все украинские съезды советов, крестьянских рабочих и солдатских депутатов направляли туда своих представителей. Это вот очень характерная для семнадцатого года, для разных частей империи ситуация, когда вырастают какие-то новые структуры, может быть, советы, может быть, еще что-то. И Центр как-то должен выстраивать с ними отношения. Никто не понимает, как все это будет дальше развиваться. Весной семнадцатого года, на первом съезде крестьянских депутатов, украинских, который происходил в Киеве, Владимир Вениченко попробовал внести резолюцию о независимости. Здесь очень, конечно, интересно то, что это именно крестьянские депутаты. Это те, с кем очень многие интеллектуалы в это время, украинские, связывали идеи национальной идентичности. Но крестьян, конечно, куда больше интересует вопрос земли, вопрос того, когда закончится война и вернутся солдаты домой. Вот это. И в дневнике одного из участников съезда есть запись о том, что происходило после того, как Вениченко заговорил о независимости. Буря возмущения. Вениченко так звенел в колокольчик, что у того оторвался язычок. И он просто сел, обхватил голову руками и молчал, пока буря не успокоилась. В семнадцатом году всюду перемены происходили очень быстро. Весной еще все возмущаются, как это мы не можем отделяться от России. К осени все изменилось. Ну, во-первых, как мы понимаем, пришли в Петрограде, в Москве, а дальше по всей Руси Великой пришли к власти большевики. Временное правительство пало. Вот что это значит? Для многих левых украинских политиков это, ну, такая новая власть, с которой, может быть, можно и договариваться. Буквально через несколько дней провозглашается Украинская Народная Республика в составе Федерации. Ну, то есть, опять же, в составе России. События не стоят на месте. Большевики не хотят созывать учредительное собрание, но уже не могут отступить, потому что списки уже составлены, голосование идет. Это все было придумано до того, как они захватили власть. Учредительное собрание, как мы знаем, собралось в Петрограде 5 января 18 года. И там были представители разных совершенно частей страны, в том числе и Украины. Вот, например, тот же самый Грушевский был избран в учредительное собрание. И все они туда отправлялись в надежде как-то обсудить будущее развитие. А дальше они видят, как большевики разгоняют учредительное собрание. И, в общем, если у кого-то еще были сомнения относительно характера власти большевиков, то это становится очень понятно. После этого Центральная Рада уже провозглашает независимость Украинской Народной Республики. Это лишний раз показывает, что не Ленин создал Украину, как нам объясняет величайший историк всех времен народов, а Украина формировалась как независимое государство сама по себе. Конечно, с учетом российских обстоятельств, но и с учетом своего внутреннего развития. Эта первая власть независимой Украины, она очень интересна. Ее тоже сейчас у нас любят представлять, как пришли националистические силы. Вот слово националистический сразу порождает какие-то неприятные мысли. Очень есть интересный украинский историк Георгий Касьянов, к которому я еще не раз сегодня буду обращаться. Вот он пишет следующее. Первая украинская власть с января 18 по апрель 18 года очень синтетично в национальном отношении. Достаточно вспомнить состав Центральной Рады, где были представлены практически все национальности. В национальном отношении и Центральная Рада, и генеральный секретариат, генеральный секретариат это исполнительный орган, были очень толерантны и терпимы. И там не было политики этнической эксклюзивности, то есть исключительности, когда бы только украинцы там были, а только социальной эксклюзивности, а она совпадала с некоторыми этническими группами. То есть что имеется в виду? Что левые, конечно, отталкивали помещиков, условно говоря. Естественно, среди помещиков преобладали русские, может быть, где-то еще поляки, капиталистов. Вот такие. А не было такого, что мы выкидываем всех русских, всех поляков, всех евреев. И это интересная мысль, как формируется вот это вот новое государство, на территории которого живет очень много разных народов. Но большевики тоже смотрят на то, что происходит в Украине с большим интересом. В программе большевиков с самого начала ее существования был сформулирован принцип права нации на самоопределение. Что такое самоопределение? Это создание не только культурных организаций или школ, но это и создание каких-то государственных органов, может быть, в рамках автономии. Надо сказать, что потом большевики развили этот принцип, написали самоопределение вплоть до отделения. То есть хотите создавать свои государственные органы? Создавайте. Ну вот, когда дело дошло до реальности, то оказалось, что все как-то не совсем так, что хорошо провозглашать это право для того, чтобы привлекать к себе разные народы. Еще лучше, если это право реализуют народы в Австро-Венгрии, в Германии, где-то еще. А вот украинцы сначала объявили об автономии, потом о независимости. И большевики как-то не очень этому радуются. Они, конечно, говорят все нужные слова, они, конечно, пытаются, вроде бы, выстроить дружеские отношения с Центральной Радой, но, конечно, поддерживают в Украине те силы, которые хотят, грубо говоря, диктатуру пролетариата установить. Центральная Рада совсем этого не хочет. Центральная Рада тоже в таком сложном положении, потому что неподалеку, на Дону, уже собирается белое движение, уже создается антибольшевистское правительство. И с ними надо тоже как-то выстраивать отношения. А проблема заключается в том, что, ну, подавляющая часть участников белого движения исходит из того, что они сражаются за единую и неделимую Россию. И для всех этих царских генералов, конечно, идея, это уж какая-то Украина возникла, значит, Украинская республика, и там разные социалисты заседают, ой, это что-то им совсем не нравится. Но при этом Центральная Рада пытается балансировать, она вынуждена это делать. И это то, что всё время будут украинские политики в эти годы делать, потому что они всё время будут оказываться между разными мощными силами, претендующими на влияние, мягко говоря, на влияние в Украине. Поэтому они, с одной стороны, какие-то устанавливают отношения с большевиками, как-то с ними там общаются, тем более, что многие из них состояли в общих каких-то партиях социалистических, с левыми российскими. А с другой стороны, вот, например, удивительно то, что Петлюра пытается установить отношения с донским правительством, и, например, не разрешает большевикам проводить советские войска через Украину на Дон, потому что он хочет прощупать, а нельзя ли договориться с донским правительством против большевиков. В общем-то, сегодня понятно, что оба этих варианта совершенно тупиковые. Но что делать? В той ситуации по-другому не получалось. Большевики, которые, значит, столько говорили об освобождении народов всего мира, они освобождение это понимают под своей властью. Соответственно, вот в этом хаосе, а, конечно, конец 17, начало 18-го года, это полный хаос. Это хаос на фронте. Никто не понимает, кто кому подчиняется. Петлюра призвал украинских военных всех возвращаться на территорию Украины. В то же время огромное количество беженцев от большевиков, русских, евреев и самых разных людей тоже двигаются сюда. Киев становится абсолютно таким космополитическим городом, и раньше там была смесь, теперь здесь кого только нет. Разные силы, вот он Дон, где даже Алексеев и Корнилов вроде бы как контролируют ситуацию. Вдруг происходят интересные вещи. На востоке Украины, где очень развита промышленность, соответственно, там большие города, там очень большое количество русскоговорящего населения, на востоке Украины оказываются люди, приехавшие по поручению большевиков. Там оказывается Антонов Авсеенко, член РСДРП, конечно, за свою украинскую фамилию сюда отправленный. Там оказывается эсэр Михаил Муравьев, который потом получит здесь главное командование, ему жить осталось не так уж долго. Через полгода он будет уже в Поволжье, там поднимет мятеж против большевиков, будет убит. Но пока этого никто не знает, и пока он верно служит большевикам. Вот они здесь начинают собирать такие просоветские силы. В декабре 1917 года в Харькове, то есть на таких более русскоязычных территориях, проходит первый всеукраинский съезд советов. Ой, уже был всеукраинский съезд советов в Киеве, но это большевики проводят свой альтернативный съезд, который, конечно же, высказывается против реакционной политики Центральной Рады и за власть советов, под которыми имеется в виду власть большевистских советов. И Крыленко, который в этот момент оказался главнокомандующим российской армии неожиданно, он замечательно высказывается. Он говорит, что Совнарком будет бороться за независимую Украинскую республику. Какие замечательные слова, как прекрасно. Дальше следует продолжение. Совнарком будет бороться за независимую Украинскую республику, где власть будет в руках советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Подразумевается под контролем, конечно же, Российской социал-демократической партии большевиков. Ну и дальше, вот этот вот период конца 17-го и первых месяцев 18-го года, хаос все больше увеличивается. И главное противостояние, на самом деле, все вот эти вот описания расстановки сил, которые будут сегодня в лекции, они все очень упрощены, потому что в разных частях свои возникают какие-то командиры, свои политические силы. Но так вот, если очень упростить, то главное противостояние, конечно, между большевиками и Центральной Радой, это понятно. Внутри украинской власти там тоже не все просто, потому что есть противостояние между Вениченко и Петлюрой, которые никак не могут договориться между собой. Они как бы формально, они не могут договориться по вопросу об организации армии, потому что Вениченко хочет сохранения, ну, такой регулярной традиционной армии, а Петлюра все больше выступает за территориальный признак, ну, то есть за такие органы милиции, ополчения украинского. Но это, конечно, только верхушка айсберга. По сути дела, конечно, они не могут разделить власть. И вот когда обостряются отношения с большевиками, то все больше и больше обвиняют Петлюру в том, что он не может с большевиками договориться. Этим пользуются и российские большевики тоже. Товарищ Сталин, большой специалист, как известно, по всем национальным вопросам везде, он в декабре публикует такую статью обращения к украинцам тыла и фронта, который, понятно, что он призывает их объединиться с революционными силами России. А вот во всех конфликтах, во всех непониманиях, он обвиняет Петлюру. И для того, чтобы как-то не ссориться с большевиками, Петлюре приходится уйти в отставку с тех постов, которые он занимал. Естественно, это ничего не меняет. Потому что все равно, если Антонов-Овсеенко двигается с войсками на Дон, чтобы там сражаться с белыми, а Муравьеву дает указание идти на Киев. И, таким образом, начало восемнадцатого года, это момент, когда большевики идут к Киеву, в Центральной Раде приходится бежать. Происходит это вот противостояние между большевиками и украинской властью. Противостояние переходит в вооруженные столкновения. Петлюра, который уже создает вот свой гайдамадский кож, то есть такое новое совершенное объединение, ополчение, как, наверное, можно сказать, или такие полевые отряды, как сегодня бы сказали. А в Киеве происходит восстание сторонников большевиков. Восстание подавлено, и все-таки Центральная Рада вроде бы как устояла, и, в конце концов, отбила большевиков. Но при этом уже, во-первых, Петлюра и вот те, кто идут за ним, оказываются независимой силой, которые свои вот эти отряды партизанские, добровольческие организуют и устанавливают свой контроль над рядом территорий. А Центральная Рада оказывается все менее и менее сильной. Тут возникает новый фактор. Не забудем, что Первая мировая война продолжается, ее никто пока не отменил. И первые месяцы 18-го года – это время переговоров в Брест-Литовске. И переговоры эти, ну, как-то вот прежде всего рассматриваются с точки зрения того, что там делал Троцкий, как Совнарком решал этот вопрос, как Ленин продавливал идею заключения мира обязательно с Германией, чтобы спасти власть большевиков. Это все так. Но параллельно с этим велись переговоры с делегацией Центральной Рады, в которой вообще-то и немцы, и австрийцы были заинтересованы. Ну, или, вернее, скажем так, в самой Раде, может быть, не очень, потому что она для них левая. Какие есть там у них конфликты с большевиками? Нет, но все равно как-то они напоминают большевиков. Но они заинтересованы в Украине, они заинтересованы в хлебе, который может оттуда идти, в продуктах, потому что Германия и Австро-Венгрия голодают, армия голодает. И им нужны эти территории. Подписывается Брестский мир с Совнаркомом, с Россией, и подписывается МНИР с Украиной тоже. А Центральная Рада вынуждена, опять же, идти на эти переговоры, потому что кто-то их должен поддержать против большевиков. Большевики ясно, что, ну да, Муравьев отошел, он придет снова. И снова будет занимать новые и новые территории. Нужна поддержка. К кому обратиться? К немцам, к австрийцам. И заключается мучительный совершенно для украинского правительства договор, для всего украинского народа, не только, конечно, для правительства, по которому Украина должна поставить огромное совершенно количество продуктов. Ну, конечно, прежде всего хлеба, но и не только, и Германии, и Австрии. А за это они получают поддержку. Ну, что получается в реальности? То, что германские и австро-венгерские силы заходят на территорию Украины, чтобы защитить их от большевиков? Да, защитили. Большевики больше не могут влезть на эти территории. Тем больше, они сами мир с Германией и Австрией подписали. Но они за это, конечно, центральные державы Германии, Австро-Венгрии, они требуют поставок, а поставки организовать совершенно невозможно. А крестьяне, которые вообще-то очень хорошо знают, что большевики декреты земли издали. Теперь оказываются в такой странной ситуации, потому что, да, пока что вот ту землю, которую они захватили у помещиков, и то, на что центральная рада готова была пойти, пока еще у них ее не отбирают. Но от них требует огромных поставок хлеба. А если эти поставки не происходят, приходят войска, причем немецкие, австрийские. Начинаются реквизиции. Если крестьяне выступают против этих реквизиций, приходят карательные отряды. То есть ситуация напрягается с каждым днем. Центральная рада, в общем, висит на волоске. Петлюра уже ее не поддерживает, и те отряды, которые идут за ним, Петлюра вообще воспринимают как человека Антанте, и он получал поддержку от Антанте. Соответственно, при немцах ему, вроде бы, тут как-то вот он не к месту. Но и центральная рада немцам не нужна. В результате 29 апреля 1918 года генерал царской армии Павел Петрович Скоропадский распускает центральную раду, делает он это при поддержке немцев, и его такая странная происходит ситуация, когда на съезде хлеборобов, если очень характерно, не советов крестьянских депутатов, а хлеборобов. Под этим словом самые разные могли быть люди, например, владевшие большими землями. На съезде хлеборобов его выбирают гетманом Украины. И устанавливается, вроде бы как, восстанавливается старая гетманская власть, хотя, конечно, эта власть очень сильно зависит от немцев. Вот надо сказать, что для меня было большим откровением, когда я прочитала расшифровку очень интересных дискуссий, такая была череда, даже, наверное, не дискуссий, правильно сказать, бесед, которую проводили два историка, российский историк Алексей Миллер и украинский историк Георгий Касьянов в 2007-2008 годах. И это интереснейший текст. Во-первых, это беседа двух умных, незашоренных, терпимых людей, интересных историков, которые обсуждали важнейшие такие моменты, разные моменты украинской истории. И, в частности, для меня совершенно новостью была очень высокая оценка, которую каждый из них давал гетману Скоропадскому, потому что у меня в голове это совершенно не укладывалось. И там Алексей Миллер очень резонно говорит, что в России Скоропадского знают по одному источнику, по роману «Белая гвардия», который начинается в декабре 18-го года, то есть в тот момент, когда Скоропадский, вот оставаясь правителем, ну, там, около полугода с апреля, он бежит после того, как уходят немцы, потому что в Германии революция, и Скоропадский бежит. Там есть такая фраза жуткая в Белой гвардии. «Немцы побеждены», сказали «гады», «мы побеждены», сказали «умные гады». Скоропадский бежит, и дальше вот это вот такое презрительное отношение к нему. Вообще-то он был такой интересный человек. Конечно, действовал жестко, он распустил Центральную Раду, он отменил все ее реформы. Социалисты отказались с ним сотрудничать, с всех мастей. Он, конечно, начал возвращать землю помещикам, что сразу резко усилила напряженность в стране. При этом он пытался понять и пытался придумать, а вот как ему в стране, где большое русскоязычное население, где все больше прибывает людей из России, а в то же время большое украинское население и большое украинское национальное движение, как ему сочетать эти вещи. Очень интересно, что при нем как раз создается Украинская академия наук, у основания которой находился Владимир Вернадский, приехавший в Украину из России. И как они думали о том, как не уничтожить полностью российские культурные, общественные организации, как сделать так, чтобы украинские организации вырастали параллельно с российскими и сотрудничали с ними. Алексей Миллер на этих беседах сказал следующее. Скоропадский царский генерал, он думает о перспективе, пытается переориентироваться с немцев на Антанту, думает о том, как он дальше будет выстраивать отношения с Россией, когда там кончится большевизм. Естественно, он надеялся на это. Ведет переговоры с Кубанью и готов ее признать как отдельное образование, хочет сохранить культуру. Георгий Касьянов продолжает эту же мысль. Скоропадский пытался построить украинское государство, но на принципе этнической и культурной инклюзивности, на принципе вовлечения в задачу построения государства любых компетентных групп населения. И дальше он говорит, что, может быть, это была в то время наиболее перспективная попытка государственности, создания государственности. Но при этом трагедия, конечно, Скоропадского и Украины вообще в это время, что он не может удержаться сам по себе. Он опирается на немцев, на австрийцев. А значит, он должен вот этот вот миллион тонн продовольствия подставить. А значит, реквизиции, а значит, наказание повсюду. Кроме того небольшого куска земли, который контролировал Василий Вышиванный, Вильгельм Гамсбург, который этого не допускал. Ну, понятно, что это ничего не меняет. В конце апреля Скоропадский становится Гетманом. Уже в мае начинаются крестьянские восстания против него, потому что крестьяне не хотят этого принимать. И точно так же те политики из Центральной Рады, которая была разогнана, которые спасаются от Скоропадского, они, конечно, начинают действовать против него. Они создают Украинский национальный союз, который пытается объединить антигетманские силы. Они начинают, ну, Вениченко прежде всего, начинает тайные переговоры с большевиками. Ну, потому что, опять, а на кого еще рассчитывать? Если не на немцев, вот они надеялись, что немцы их защищат от большевиков, немцы поставили на Гетмана. Значит, теперь на большевиков. Хотя всем понятны опасности на этом пути. Итак, ситуация к концу 1918 года. Кровавый хаос продолжается, если так в общем сформулировать, но на самом деле все совершенно изменилось. Изменилось несколько вещей. Закончилась Первая мировая война. Что это значит для Украины и ее жителей? Германия и Австро-Венгрия разбиты. Это значит, что их войска уходят отсюда. Это значит, что Гетман Скоропадский лишается их поддержки. В ноябре 1918 еще Скоропадский делал попытки как-то удержаться, провести реформы. Он уже искал возможности союза с Антантой. В декабре ясно, что это невозможно. Скоропадский бежит. Соответственно, изменилась вся расстановка сил. На тех украинских землях, которые входили в состав Российской империи, вот там, где была провозглашена Украинская Народная Республика, здесь теперь две главных силы, которые противостоят друг другу, вот к концу 1918 года. Это Украинская Народная Республика, где теперь установлена власть директории, а в директории постепенно все большее и большее влияние будет приобретать Петлюра. А с другой стороны, это большевики, которые, естественно, по-прежнему пытаются установить здесь советскую власть. Но это только кусочек проблемы, потому что если посмотреть шире, то мы увидим, что за пределами Украинской Народной Республики, где тоже внутри, на самом деле, тоже большая дробность, потому что есть еще Махно, есть еще самые разные атаманы, как тогда говорили полевые командиры, много всего. Но за пределами есть другие силы. Во-первых, на юге есть Деникин, который готовит свое мощное наступление. Через несколько месяцев оно начнется в 1919 году. Во-вторых, закончилась Первая мировая война, рухнули империи, возникают новые государства. Принцип самоопределения наций провозглашен был американским президентом Вудро Вильсоном летом 1919 года, он будет включен и в Версальский договор, и в устав Лиги наций. Возникают новые государства. Они, может быть, были провозглашены еще и раньше, но вот теперь, в конце 1918, в начале 1919 года, видно, как они уже получают свои права. Появляется Финляндия, появляется Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехословакия. Южнее будет королевство сербов, хорватов и славянцев, будущее Югославия. Венгрия выделяется из Австро-Венгрии. То есть возникла такая целая полоса совершенно новых государств. Как видим, в этом списке нет Украины. Есть Украинская народная республика, но там неясно, как она будет дальше существовать. Но вот эти все государства, они признаны, они получили разные территории. Территории получили очень прихотливо, очень по-разному. Кого-то отняли, кому-то, наоборот, прибавили. А вот земли, населенные украинцами, их распределяли между разными государствами. Опять вот это представление о том, что есть исторические нации, у которых были свои государства, а есть неисторические. Поэтому земли, населенные украинцами, частично отошли к другим государствам. Чехословакия получила Закарпатье, Румыния получила Буковину, Польша получила Галицию и Волынь. Жители этих территорий, которые раньше входили в состав Австро-Венгрии в основном, они очень остро почувствовали изменение своего положения. Австро-Венгрия, империя, конечно, да, все очень нехорошо, но она куда мягче относилась к разным народам, входившим в ее состав, чем эти новые национальные государства. Вот из этих новых государств, те украинские земли, которые вошли в состав Чехословакии, здесь вот было мягче всего, даже обещали автономию, но до автономии здесь было еще далеко. В Румынии просто говорилось, что есть румынские граждане, которые в течение разнообразных исторических событий потеряли свой родной язык. То есть украинцы в Румынии воспринимаются как те же румыны, но которые почему-то там румынского языка не знают и кем-то странным себя считают. Поэтому здесь только образование на румынском языке, поэтому здесь очень большое давление. В Польше, может быть, не так жестко, как в Румынии, но тоже происходят похожие вещи, когда закрываются украинские кафедры во Львовском университете, когда образование все переходит на польский язык. И это уже вызывает понятную ответную реакцию. И еще с конца 1918 года на территории Галиции с центром во Львове провозглашается Западноукраинская Народная Республика. И ее создатели вообще рассчитывают на помощь. Они, с одной стороны, конечно, рассчитывают на помощь Украинской Народной Республике, ну так, грубо говоря, петлюры. С другой стороны, они рассчитывают на помощь международного сообщества, потому что почему-то, если всем создали государственность, а почему нам нет. Даже как-то вот великие державы размышляют, а не поддержать ли их. Великобритания и Италия, они не хотят, чтобы Польша слишком расширялась, и поэтому они так доброжелательно смотрят на эту республику. Чехословакия поддерживает, а, например, Франция хочет, чтобы Польша была как можно больше, чтобы это была такая сила противопоставленной Германии. Ну, то есть очень хорошо видно, что вообще-то, на самом деле, на жителей этих земель, что на поляков, что на украинцев, что на евреев, всем наплевать. Не наплевать на свои интересы, увы, как всегда и бывает. Но вот как-то какое-то время весы качаются, потом все-таки они качаются в сторону Польши, в пользу Польши, и никто эту несчастную западноукраинскую республику не поддерживает. Но с осени 18-го и до лета 19-го идет ужасающая совершенно по своей жестокости и кровавости война между Польшей и Западноукраинской республикой, которую, конечно, поддерживают петлюровцы, поддерживает Украинская республика. И там происходят страшные совершенно вещи со всех сторон. Поляки, занимая Львов, учиняют там кошмарный погром, убивают украинцев и евреев за страшными жестокостями. Василь Вышиванный, герцог Габсбург, который уже покинул эти земли, в этот момент он дает интервью, очень резкое такое в Европе, где говорит о том, что поляки поступают, как не может поступать цивилизованная нация. Ну, там в этот момент никто не поступает, как цивилизованная нация, все творят ужасы. Украинские войска пытаются взять Львов, чуть-чуть его не взяли, потом их отбрасывают от Львова, потом снова идут вот эти вот наступления, контрнаступления, погромы, убийства. Ужасно совершенно, но, в общем, к середине 19-го года становится понятно, что украинцы не могут, не в силах удержать эти территории. Другая вещь очень важная, это то, что к лету 19-го года в эту кровавую игру, нехорошее слово, игра в данном случае, наверное, вмешивается новая сила. Начинается мощнейшее наступление Деникина, который идет с юга. И, конечно, его цель не столько Украина, сколько центральная Россия. Вообще он хочет дойти до Москвы, но он занимает летом большую часть Украины, выкидывает оттуда большевиков. И здесь оказывается, что главное противостояние это между Деникинцами, значит, белыми и большевиками. А директория тут как-то тоже свою власть теряет. Во многих местах просто оказываются разные земли под контролем каких-то полевых командиров, каких-то атаманов, которых потом выбрасывает Деникин. И в этой ситуации к концу лета 19-го года Петлюра совершает совершенно невероятную вещь. Очень удивительно, как здесь все время меняются союзники и заключаются разные коалиции, которых даже за несколько месяцев до этого представить было невозможно. Вот с осени 18-го года шла жесткая, жестокая, кровавая украинско-польская война. Но уже со второй половины 19-го года начинаются контакты между Петлюрой и Юзефом Пилсудским, возглавляющим Польшу. Этого, казалось бы, быть не может, но это происходит, и они оба в этом заинтересованы. Петлюре нужна поддержка сначала против Деникина, потом с осени 19-го года большевики переходят в контрнаступление, отбивают Деникина и устанавливают свою власть на большой части Украины. Значит, Петлюре нужна поддержка против большевиков. А Пилсудский в это время разрабатывает проект, совершенно, конечно, нереалистический, но очень его увлекающий, проект огромной федерации, которая должна была называться Междуморем, Междуморье. То есть от Балтийского до Черного моря. Он хочет вот все эти новые государства, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Польша, их все объединить в федерацию. Наверное, конечно, подполагается, что под контролем Польши. И, конечно, это напоминает идею Польши от моря до моря в границах 1772 года. Но он говорит совсем другие вещи. Он, например, говорит, что не представляет себе независимую Польшу без независимой Украины. И вот эти его переговоры с Петлюрой, они вроде бы как исходят из того, что это будут две независимых страны, пока еще федерация где-то там когда-то в далеком будущем, пока что они поддерживают друг друга. Но только за это надо платить. И в апреле 20-го года Петлюра заключает договор с Пелсуцким, суть которого в том, что Украина признает границу между Украиной и Польшей по реке Сбруч, то есть отказывается от претензий на Галицию и Волынь. Ну, конечно, для Западноукраинской республики это, ну, сказать что-то шок, это ничего не сказать, это удар. Они его обвиняют в предательстве, в ужасных всяких вещах, правительство Западноукраинской республики бежит и поляки там укрепляются. Надо сказать, что Пелсуцкого тоже критиковали те силы, которые в Польше были более радикальными националистами, которые говорили, что нечего признавать никакую Украину. Но вот Пелсуцкий и Петлюра неожиданно совершенно дошли друг к другу, скажем так. Эти бывшие враги теперь вместе поворачиваются против большевиков, начинается наступление польской армии, в начале мая поляки занимают Киев и, казалось бы, вот сейчас будет поддержана Украинская республика. Но большевики, любители права нации на самоопределение, конечно, с этим мириться не хотят. Происходит то, ну, что мы знаем прежде всего, конечно, по Канарме и Бабеле. Первая конная армия, которая преследовала Деникина и выдавливала его с боями и из российских территорий, и из украинских, теперь совершает очень быстрый переход к западным границам и начинается советско-польская война. Которая сначала очень удачна для Советской России, ну, тоже в лекции о гражданской войне мы про это говорили, но сейчас просто надо это встроить, очевидно, в контекст нынешней лекции. Большевики сначала очень успешно наступают, и польская армия отступает. У большевиков большие планы, они ведь ждут мировой революции, они предполагают, что сейчас они освободят Варшаву, установят здесь советскую власть, дальше пойдут на Берлин, вот она будет, мировая революция. Немецкий пролетариат, который очень волнуется, действительно, в эти годы, и в Германии много восстаний, немецкий пролетариат их поддержит, ну, и дальше революция покатится по миру. Как мы знаем, советские войска действительно чуть-чуть не захватили Варшаву, уже шли прямо туда, но этого не произошло. Почему свершилось это чудо на Висле? Тут есть разные объяснения. Наиболее такое распространённое в российской, даже не скажу, что исторической науке, но вот в российском восприятии этого, наиболее распространённая история о том, что товарищ Сталин, который был комиссаром при командарме Егорове, не дал перебросить войска на помощь Тухачевскому, и поэтому вот Тухачевский не смог дожать поляков и дойти до Варшавы. Польский вариант, наиболее распространённый в Польше, это то, что всё дело в выдающихся военных дарованиях Пелсуцкого, который разбил советские войска и остановил их на Висле. Ну, там тоже в Польше с этим спорят. Кто-то говорит, что дело совсем не в Пелсуцком, не такой уж он гений, но, во всяком случае, что всё дело в сопротивлении поляков. Есть третий вариант, это то, что эти советские войска, которые шли, они быстренько начинали создавать коммуны, всё обобществлять, проводить политику военного коммунизма, и как-то почему-то их местное население с восторгом не встречало, букетов не дарило. Как бы то ни было, советские войска остановлены. Польская республика устояла. А с Украиной-то чего будет? В Украине Петлюра и его сторонники предполагали, что когда поляки придут в Киев и дальше двинутся против большевиков, что вся Украина поднимется в антибольшевистском восстании. Но этого не произошло. Но, во-первых, Украина была уже настолько разорена, залита кровью, измождена, что сил особых на восстание не было. Во-вторых, выставать вместе с поляками идти, это всё-таки была очень непопулярная идея, потому что поляки были, мягко говоря, непопулярны. Этого не произошло. Осенью 20-го года Советская Россия и Польша заключают перемирие. Потом в 21-м году в Риге будет заключен мирный договор. Но есть легенда о том, что Пилсудский, который договорился с большевиками, подписал мир, потом вышел туда, где сидели представители украинского правительства и ждали, какие будут результаты, и что якобы он попросил у них прощения за этот мир. Ну, очень, может быть, так оно и было. Но, во всяком случае, ясно, опять же, что у каждой страны свои интересы. Польша с Россией договорились, Галиция осталась у Польши. Украина оказывается под контролем большевиков. Петлюра пытается какое-то время ещё сопротивляться, затем он бежит в Польшу. Советская Россия, потом уже Советский Союз требует его выдачи, и дальше он покидает Польшу, он сменит несколько стран, пока, наконец, не приедет во Францию. В мае 1926 года живший во Франции, приехавший туда с территории Российской империи социалист, анархист, разные взгляды исповедовавший своей жизнью человек, которого звали Самуил Шварцбурд, увидел сообщение о том, что Петлюра во Франции. Потом он увидел фотографию, а Шварцбурд знал, как, конечно, и все знали жители Украины, о тех ужасающих совершенно по своей жестокости еврейских погромах, которые происходили в тех частях Украины, которые контролировались Петлюровцами. Вот что касается конкретно Шварцбурда, то в одних источниках, как говорится, 14, в других 15 его непосредственных близких родственников погибли в погромах. И он решает отомстить Петлюре. 25 мая 1926 года он подходит к нему на улице, спрашивает его по-украински в экспонент Петлюра и стреляет. Несколько пуль он выпускает в Петлюру, тут падает, он его еще добивает, несколько выстрелов в голову. Когда подбегают полицейские, он говорит им, я убил великого убийцу. Вот эта история и процесс Шварцбурда, который происходит во Франции, заканчивается его оправданием. Во-первых, это такой невероятный по-своему, просто чисто человеческому драматизму сюжет. А с другой стороны, очень существенный, конечно, для понимания страшной, трагической, кровавой сложности ситуации, сложившейся в Украине в это время. На процессе Шварцбурд говорит, его адвокаты говорят о его погибших родственниках, но очень быстро это дело перерастает из суда над человеком, убившим кого-то, пусть даже политического деятеля, военного деятеля. Это дело перерастает в ситуацию вообще обсуждения того, что происходило в Украине. За Шварцбурда заступается огромное количество людей, самых разных, там Анри Бергсон, Рамен Ролан, Шагал и многие другие. В то же время большое количество людей требует его осуждения. И здесь сталкиваются какие-то совершенно разные взгляды на происходящее. С одной стороны, собраны ужасающие совершенно свидетельства страшных жестокостей, совершавшихся петлюровцами и этих ужасающих еврейских погромов. Возникает вопрос вот о чём. Грубо говоря, насколько оправдана была эта месть Шварцбурда. Странным образом обсуждение на суде переходит в такую странную плоскость, когда обсуждают вопрос, насколько петлюра был виноват в этих погромах. И надо сказать, что это обсуждение продолжается до сегодняшнего дня. И есть огромная литература, доказывающая ужасающую его ответственность. И, конечно, в еврейской традиции слово петлюра, это буквально синоним слова погромщик. С другой стороны, есть другая традиция, которую, кстати, и еврейские историки некоторые в какой-то мере разделяют, потому что петлюра сам не был антисемитом. Есть даже сведения о том, что, скажем, в 905 году он предотвращал погромы, создавал отряды самообороны. Но что он просто не мог проконтролировать свою армию. То, что отряды петлюра действительно были, ну, как, в общем, и любого полевого командира, отряды были плохо управляемы, это безусловно. Там было свидетельство на суде о том, как к нему пришла еврейская делегация с просьбой заступиться. И он сказал, не ссорьте меня с моей армией. Это, кстати, меняет тоже угол зрения. То есть одно дело, когда он пытался что-то сделать, но не мог остановить. Другое дело, когда он и не пытался. В общем, доказательств, присяжным не было представлено доказательств того, что петлюра действительно пытался остановить погромы, что вот он не был виноват в этих погромах и, соответственно, был убит беспричинно, скажем так. Не было причин для мести. Естественно, возникает другой вопрос, что даже если он не мог это остановить, насколько велика его ответственность? Он командующий? И это очень сложный вопрос, на который могут быть самые разные даны ответы. Надо сказать, что обвинение, конечно, действовало, ну, не скажу, что дилетантски, но в духе того времени, потому что две основных были идеи. Идея о том, что за Шварцбурдом стоял жидомасонский заговор. Понятно, тут нечего даже обсуждать. Но другая идея, опять же, которую историки до сих пор обсуждают и тоже высказывают разные мнения, это то, что на самом деле это вовсе не была его личная месть, или, вернее, была, потому что действительно его вся семья была уничтожена. Но вопрос в том, был ли он одиночкой, было ли это его собственное желание, или же за ним стояла НКВД, которая хотела использовать его желание отомстить для того, чтобы расправиться со своим противником. По этому поводу споры продолжаются до сегодняшнего дня. Присяжных, во всяком случае, обвинению убедить не смогло. Это, кстати, интересная вещь, потому что дело происходит во Франции. Через четверть века после всех бурь, связанных с делом Дрейфуса. Во Франции, где очень силен национализм и антисемитизм. И, однако, присяжные оправдали Шварцбурда, он вышел на свободу, и он уехал в Южную Африку, и через несколько лет там умер. Но вот эта история, конечно, это не только история Шварцбурда, и даже не только история конца жизни Петлюры. Это вопрос о том, какие силы действовали на территории Украины, как они действовали, какие способы они применяли. Как они боролись между собой. Конечно, вот эта страшная, трагическая ситуация, касающаяся, опять, не только Украины, но и Польши, и Румынии, и других частей этой Восточной и Центральной Европы, где разные национализмы, разные представления о том, каким должно быть национальное государство, сталкивались, и очень часто сталкивались с этой какой-то кровавой такой сцепки. Евреи оказывались жертвами этих столкновений очень часто. И далеко не только евреи. Но если вернуться на украинскую территорию, то западноукраинские земли остались в составе Польши, где они и будут до 1939 года. А остальная часть Украины, конечно, уже в 1920-1921 годах не способна противостоять большевикам. И справившись с Деникиным, конечно, большевики занимаются установлением советской власти в Украине, при этом, конечно же, независимой Украинской Советской Республике, о чём речь, ведь большевики всегда выступают за право нации на самоопределение, создаётся Украинская Советская Республика. Она уже существовала вроде бы как с 1917 года, но теперь она утверждается, она занимает здесь вот всю территорию, кроме тех земель, которые ушли к Польше. Начинается совершенно уже другой поворот, создаётся Советский Союз в 1922 году. При этом, ну тоже об этом когда-то шла речь в лекциях о гражданской войне, но все, очевидно, в школе проходили о том, как столкнулись две концепции создания союз. Сталин хотел, чтобы разные республики, где всюду советская власть уже установилась, вошли как автономии в Российскую Советскую Социалистическую Республику, оказались бы на таком подчинённом положении. Ну, в течение многих лет, уже начиная с хрущёвской оттепели, с придыхания нам рассказывали о том, как Владимир Ильич Ленин был с этим не согласен, как он потребовал создания союза на совершенно других основаниях, чтобы все республики, включая Россию, объединились в Советском Союзе и таким образом были бы равноправными, и как всё было бы прекрасно. Но сегодня мы понимаем, что, в общем, это, опять же, только красивые слова, прикрывающие всё тот же большевистский имперский проект. В тот момент, конечно, казалось, что это может каким-то образом изменить положение. 21-22 год советская власть в Украине уже победила. Вопрос только в том, каково будет положение Украины в составе формирующегося Советского Союза. Там очень интересно так разделялись мнения, причём они разделялись совершенно не по национальному признаку, не так, чтобы... А вот украинские большевики говорили, чтобы Украина была, ну, если независима, то, во всяком случае, пользовалась очень большими правами в Советском Союзе, а там русские или еврейские большевики говорили, нет, мы вас подавим, ничего подобного. Там как-то всё это по-другому линии проходили. Киевские большевики, во главе с Пятаковым, они считали, что им вообще помощь Советской России особенно не нужна, что Украина пойдёт дальше совершать мировую революцию. Украина должна явиться плацдармом для развертывания революции дальше на Запад без помощи русского пролетариата. И тут дело совершенно не в национальных чувствах, всё равно будет потом мировая революция, но просто мы сами справимся. Восточные территории, скажем, Донбасс, территории вокруг Екатеринослава, там другая немножечко ситуация, они больше тяготили в сторону России. Там главным представителем большевиков был немец по Волжи, Эммануил Квиринг. Вот он считал, что только в союзе с российским пролетариатом можно двигаться дальше. И страсти там сильно кипели. Потом туда отправили двух представителей центра, скажем так. Микола Скрипник, который будет очень важным человеком для развития Украины в 20-е годы. Он будет проводить политику украинизации, но о которой уже в следующий раз будем говорить. Он считает, что Украина должна двигаться вместе с Россией, хотя с соблюдением больших её автономных прав. И болгарский революционер Христиан Раковский сторонник больших прав Украины, но при этом обязательно вхождение в союз и объединение с Россией. То есть вот здесь хорошо видно, что они не по национальному признаку формируют свои взгляды. У них совсем разные вещи были в головах. Во всяком случае, 22-й год, Советский Союз создан, Украинская Советская Республика становится частью СССР. Надо сказать, что многих это радует, потому что начинается очень бурное развитие украинского языка, украинского образования, украинской культуры. Ну, это очередной такой трюк, чтобы обвести людей вокруг пальца. Но об этом уже в следующий раз. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на Ютьюбе, нашим патронам на Патреоне. Спасибо тем, кто нас поддерживает на платформе Бусти. Вопрос. Как вы думаете, вот в эти бурные и страшные годы была ли возможность для Украины выстоять и остаться независимой? Или она была обречена, зажатая между разными силами? Только сразу договоримся, что все мнения высказываются корректно, с уважением к истории как Украины, так и России. Жду ваших комментариев. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова